Всем привет, ребята! Продолжаем проект Корзина Бомжа. На этот раз снимаем украинский выпуск, но непростой, потому что мы сейчас на курорте, магазин небольшой и какой-то сумбур может возникнуть. То есть, сделаем поправку, что мы в Затоке, в курортном регионе и в небольшом магазине, где небольшой выбор. Все цены, естественно, в украинской гривне. Курс вы увидите где-то здесь графикой сейчас. Поехали! Вы смотрите проект Корзина Бомжа на канале Взял и Поехал. Жестковатое название, но это я про себя. Путешествуя по миру, я решил сверять цены на продукты питания в каждой стране. Определив список самых востребованных для выживания товаров, которых по моим подсчетам хватит, чтобы прожить пару дней, я отправился по супермаркетам. Важно помнить, что я буду выписывать цены на самые дешевые продукты, качество которых останется на совести продавцов. Продолжение следует... Самое дешевое пиво хмельное, литровое, 16,99. Если говорить о стекле пол-литровом, то это янтарь 0,5 стекло. Самое дешевое пиво хмельное, яблоки 22, картонка 24,99 и помидоры 40. Дни корзины у нас окунцил, они стоят 20 гривен за килограмм. Окорочка выберем мы из курятины. 6,33 за 100 грамм, получается 63,30 за кг. Молоко мы запишем от безвыходности селянское. Я знаю, что оно дорогое и качественное, но другого нет. Сейчас будем честными, снимаем то, что есть. Получается 23,90 за 900 грамм. Сырый выбор не такой большой и я подозреваю, что не очень дешево получается. Но 17,50 за голландский, это за 100 грамм. Всегда очень сложный выбор мясная консерва. Мы часто как-то вот так выбираем между каким-то паштетом и тушенкой. Сейчас тоже остановимся на паштете, хотя есть вот килька и бочки. Я думаю, это будет совсем не в тему. Остановимся на паштете, он тем более недорогой. За 160 грамм 12 гривен. Сок самый дешевый, 19 гривен за 0,95 литров. Самые дешевые макароны Семерка за 400 грамм 8,35. Цукор самый дешевый, за килограмм 14,50. Также есть еще и кудра. Любимое мороженое, белая береза. Масло самое дешевое, 200 грамм 27 гривен. Это селянское. Самый дешевый шоколад получился Аленка, 90 грамм, надо будет в 100 грамм пересчитать. Но рядом какой-то шоколадный продукт с кокосом. Я думаю, это нам в категорию не лезет. Как я и говорил, были товары с завышенной ценой. Ну, как раз из-за того, что магазин курортный и небольшой. На этом мы делаем поправку. Обязательно еще снимем украинский выпуск где-нибудь в Одессе, в большом гипермаркете. На этом все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Диалог не буду пересказывать, но все подходили И после какой-то там 2-3 минутной беседы Уже как-то отходили, недовольные все равно, но отходили По итогу, конечно, нам не запретили снимать Потому что это не запрещено, чтобы вы знали И вот ролик состоялся Но осадок остался ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы посмотрели «Корзину бомжа»? Новые выпуски будут совсем скоро Поэтому подписывайтесь на канал И взял, и поехал, и взял, и поехал лайв А также на наши страницы в Фейсбуке и Инстаграме Питайтесь правильно! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok